Немногие из нас, кто помнит пшеничку Вольфа Сенгельман, могут не бросить взгляд на полки магазина в поисках той самой продолговатой банки. Данную баночку мне удалось даже заполучить в масс-маркете за 130 рублей. И в данном случае ее как будто сварили не литовцы, а белорусы, потому что этикетка вновь перевернута. Как я полагаю, это сделано для того, чтобы вы хоть как-то размешали осадок, когда не знаете, как пить пшеничное пиво. Алкоголь в нем 5,2, объем 1 пинта, то есть 0,568. То есть это точно пшеничка? Сначала я хотел охуять от запаха, а потом антаб меня просветил, что это пейллагер. За ваши лайки и подписки. В паденистый средненький еврлагер ощущается привкус солода, хмеля почти не ощущается. Присутствует привкус какого-то ржанового хлеба, причем не очень-то сильный, но здесь он не вписывается вообще. У меня были бы большие сомнения, что спет пиво стоило 90 рублей, а за 130 рублей у меня сомнений никаких нет. Это брать не стоит.